Лоцманская проводка судов подразделяется на три вида. Необязательную, обязательную и принудительную. При необязательной лоцманской проводке капитан судна не обязан вызывать лоцмана, но если он считает необходимым, то может взять лоцмана. При обязательной проводке судно не имеет права плавания без лоцмана. При этих лоцманских проводках лоцман выступает как дополнительный член навигационной вахты, знающий особенности местных условий плавания, как советчик капитана. Ответственность за обеспечение безопасности плавания и все отданные команды несет капитан судна, лоцман лишь дает советы. Если в целях ускорения выполнения маневров капитан разрешает лоцману самому отдавать приказание рулевому буксирам машинное отделение, то в этом случае они будут считаться как выполненные по приказу капитана. В случае принудительной лоцманской проводки лоцман является должностным лицом прибрежного государства и несет ответственность за безопасность судна, а капитаны состав навигационной вахты оказывают помощь лоцману в управлении судном. При организации навигационной вахты при плавании с лоцманом следует учитывать следующие особенности. Общение между членами вахты и машинным отделением должна быть на английском языке. Лоцман является дополнительным членом навигационной вахты и включается в схему организации мостика для данных условий. Должно обеспечиваться выполнение предварительной прокладки, согласованной с лоцманом. В случае ухода с мостика капитан судна обязан указать лоцману лицо, ответственное за управление судном в его отсутствие. Вахтенный помощник капитана должен вести прокладку, особое внимание уделяя контролю за боковым смещением судна и подходом к точкам начала и окончания поворота. Контакт с оператором суд должен быть постоянным. Любые изменения в состоянии судна должны быть доведены до сведения лоцмана. Для определения места судна должны использоваться дублирующие способы, дающие наибольшую точность обсерваций. Действие вахтенного помощника капитана перед приемом лоцмана. Отмечает на карте предполагаемое место приема лоцмана. Уточняет порядок связи с лоцманской станцией и лоцманом. Уточняет время подхода к точке приема лоцмана. С разрешения капитана дает указания вахтенному механику о переводе главного двигателя в маневренный режим. Сверяет часы на мостике в машинном отделении. Готовит и проверяет средства сигнализации и связи. Готовит флаги «Голф», «Хотел», а при входе в территориальные воды поднимает национальный флаг страны порта захода. Дает указания «Готовит якоряк отдачи», проверяет связь с баком. Включает вторую рулевую машину. Если совместная работа двух рулевых машин технически возможна, переходит на ручное управление рулем. Подготавливает информацию для докладов на лоцманскую станцию и оператору СУЦ. Устанавливает радиосвязь с лоцманской станцией. Уточняет время подхода и место приема лоцмана. Борт, с которого необходимо готовить лоцманский трап. Дает указания «Готовит лоцманский трап», спасательный круг с линием и буйком. Конец с карабином для подъема вещей лоцмана. И проверяет освещение лоцманского трапа. А также места приема лоцмана. Предупреждает капитана о подходе к месту приема лоцмана. Поднимает флаг «Голф» и другие требующиеся по местным правилам сигналы. Заполняет лоцманскую карточку для передачи лоцману. Производит проверку навигационного оборудования. И выполняет действия в соответствии с установленным чек-листом для данного судна. На данном слайде приведены основные требования, предъявляемые к лоцманскому трапу. Продолжение следует...